Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире программа «Револьвер» и я, ее ведущий, Сергей Хистанов. Сегодня мы поговорим о рынке недвижимости. Причем говорить мы будем с Ириной Жаровой-Райт, с управляющим директором группы компании «Сесигар», с человеком, который обладает более чем 15-летним опытом работы в сфере недвижимости. И январское падение рубля, естественно, вызвало довольно большое беспокойство относительно своих сбережений. То есть люди кидались менять валюту, благодаря усилиям Центрального банка рубль немножко укрепился. Тем не менее, те, кто держали значимые суммы в рублях или даже в валюте, задумались, во что их можно вложить. Один из традиционных объектов инвестиций, вечный, почти как само человечество, это недвижимость. Вспоминается известная шутка Марка Твена, которого когда спросили, что покупать, если есть там какие-то сбережения, он ответил, покупайте землю, этот товар точно больше не производится. Ну, земля, действительно, земля как объект инвестиций, на мой взгляд, несколько сложнее, чем недвижимость. Тем не менее, по смыслу недвижимость достаточно близка к земле, и вот как раз сегодня мы о ней немножко поговорим. С другой стороны, и многие прекрасно это знают, что недвижимость, хотя и достаточно надежный актив, достаточно надежный актив, но, тем не менее, у ней тоже есть свои достоинства и недостатки. Вот я как истинный скептик, я хорошо помню, что было с недвижимостью в 1998 году. Так получилось, что кризис 2008 года я неплохо предвидел, а вот кризис 1998 года по мне проехался очень сильно, у меня образовались первые седые волосы на голове, что для тех лет мне было еще рано, да. И я прекрасно помню, что московская недвижимость падала примерно, ну, понятно, что от объекта, от района, тысячи причин зависело, где-то раза в два, а в регионах, вот, в частности, у меня там родственник простой Индону пытался там продать тоже недвижимость, ну, наверное, раза в 4-5 вот такие вещи. То есть, хотя на бытовом уровне все воспринимают недвижимость как очень надежную вещь, но всякое бывает. В 2008 году, правда, несколько мягче, тоже было тяжело, но все-таки мягче, никаких падений не было. Хотя на пике кризиса, вот, точнее, на пике кризиса именно на рынке, рынка недвижимость, там, опять-таки, смотря какой объект, какой район, ну, процентов 30, некоторые даже называют 40, вот такие цифры. Причем интересно, что ценники падали не очень, но если приходил покупатель с реальными деньгами, как мне, вот, там, коллеги с этого рынка рассказывали, то обычно он получал скидку, и из-за этого, там, снижение цен было более значительным. Соответственно, Ирина, вопрос к вам. Вот, если человек подумывает о рынке недвижимости, причем в широком смысле, потому что это очень многогранный рынок, объекты очень и очень разные, вот, и даже классы объектов разные, вот, что можно такому человеку посоветовать, на что обратить внимание, какие есть подвохи, подводные камни, вот, соответственно, такой к вам вопрос. Мне очень приятно, что вы вспомнили маркетвены и про землю, потому что вот землю, точно, как я соглашусь в этом случае, сто процентов соглашусь, неосторожно нужно инвестировать, потому что налоговая ставка и кадастровая будет требовать, чтобы вы каждый день доставали деньги из кармана, но это вот просто про землю. А вы знаете, правильно, что вспомнили, 98-й год и потом 2008-й год, ну, наверное, просто с каждым годом, у нас больше опыта, перехода вот этого самого, паника, самая страшная вещь, это паника. В январе побежали менять деньги, кто не успел, кто успел, вторая паника началась, тут же на рынке отразилось, сделки упали в два раза, то есть опубликованы, я просто не захватила шпаргалку, но опубликовал Роскомстат, сделки, данные по сделкам в Москве, 50% по январю. Ну, понятно, что мы долго отдыхаем, и, наверное, полмесяца, но сравнивали с 2000, с прошлым годом, с 2013, ровно в два раза. 50% это январь 2014 к январю 2013. И это не очень хороший показатель, потому что именно показатели не по вторичному рынку, ну, в московский я в этом случае смотрела, хуже показатели даже по новостройкам, и это больно. Больно, ну, для девелоперов, больно для банков, которые это финансируют, ну, и для тех, кто предполагал, что это вот хорошая инвестиция в этом плане. Поэтому, знаете, когда начинается паника, мы всегда советуем не торопиться, а просто подумать, а в любом, в любой ситуации. То есть логично это, знаете, как бы брик-н-молта, как кирпичи и цемент, никто не отменял. Это действительно, наверное, все-таки больше сохранение капитала, может быть, в каком-то ключе. Знаете, сейчас очень много исследований было опубликовано в этом году, и PricewaterhouseCoopers, и Ernst & Young, я очень доверяю их мнениям, потому что они всегда объективны. Эти, ну, две компании очень, знаете, не манипулируют, как модераторы очень многие делают, мнение. И, в принципе, инвестиции в недвижимость, именно российскую, среди международных инвесторов, мы говорим сейчас о крупноглобальных, я говорю не о фондах, потому что фонды как таковые, private equity, они меньше сейчас существуют, а частные инвесторы в России рассматриваются крайне положительно, только одна, один город, это Москва. Немного Станкт-Петербург, а вы правильно, что сказали, в регионах, это гораздо сложнее, поскольку страна великая. Меня смущает, знаете, какой момент в отношении российской недвижимости, я просто, ну, так немножко знаю, сколько стоит недвижимость в такой, в общем-то, достаточно развитой стране, как Германия. И вот, когда сравнивают цены даже в недешевых городах Германии, в развитых там, не только с московскими и санкт-петербургскими, но даже с успешными городами-миллионниками, да, я сильно удивляюсь, потому что даже вот в городах-миллионниках в России недвижимость стоит гораздо дороже, чем в небедной стране Европы. Я уже молчу, там не сравнивая, там, с Болгарией, Чехией и прочими странами, да? Значит, давайте будем сравнивать даже с Италией, которая просто вся на распродажу, ну, мы не говорим. Вы правы, абсолютно нелогично. Вот логики нет, и сравнивать очень сложно. Если сравнивать даже по доходам граждан, все равно нелогично. То есть это действительно дорогая вещь. Ну вот мне довелось общаться с двумя главами строительных компаний, вот не девелоперов, а именно строители, которые, собственно, работы производят, там, от котлована до отделки. То есть они не инвестируют, а именно техническую часть строительства выполняют. Причем разные регионы. Один из Уральского региона, один из Юга России. Люди незнакомы. И с одним и с другим человеком, там, немало довелось того же коньяка выпить, и я их пытал. Ну, естественно, пытал. А сколько стоит квадратный метр? Вот интересно же, да? У нас же интабельность интересовала, я так понимаю, их бизнеса. Нет, техническая себестоимость. Техническая себестоимость. Вот забавно, люди из разных регионов, незнакомые друг с другом, назвали очень похожие цифры. Что вот техническая стоимость квадратного метра хорошей панели без отделки, по их мнению, естественно, такую арбитражную оговорку вставляю, 200-300 долларов. Причем один из них пошутил, вот такую даже шутку себе позволил, что вот если бы мне кто-то решил вопрос всей разрешительной документации, с коммуникациями, то я бы, говорит, построил улицу Москва-Санкт-Петербург. Вот да, он грозил с такой улицу. А, ну плюс еще там разрешение на привлечение там рабочей силы из Средней Азии, да. За три года. Вот будет одна сплошная улица из таких хороших панельных домов стоять, да. Вот. Не знаю, можно ли верить таким бравурным заявлениям, но судя по его делам, он не один десяток лет в этом бизнесе, определенная доля истины вот в таких подходах есть. Я, знаете, 300 не уверена, вот 450 долларов по Московской области, я, эта цифра, она стоит в финмодели, это не секрет, за хороший монолит в Челябинске, вот мой клиент, мы сейчас его рефинансируем, у него 25 тысяч рублей. Он строится рентабельностью 15%, поэтому, знаете, как бы, есть жадность и жадность, поэтому все международные компании, ну, по крайней мере, европейские, прекрасно работают с рентабельностью 15%. Это хорошая рентабельность бизнеса, если мы говорим о бизнесе. Ну да, да. Кстати, у нас есть телефонный звонок, у нас на проводе Илья. Илья, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Работаю в строительстве, правда, в Москве, в московском регионе, и я могу сказать, сейчас точно вот цифры и проценты не назову, но в интернете, я думаю, поисковиком запросто можно, процентное соотношение, сколько стоит реально квадратный метр жилья, а сколько стоит все остальное. Все остальное – это исходно-разрешительная документация, получение согласований, ТУ, доля города и так далее, и так далее, и так далее. Ну, Илья, вот наша... Это изменяет порядка 10% стоит себестоимость, то есть сами строительно-монтажная работа, отделка, инженерии, а все остальное – это оплата подключения, технических условий и так далее, и тому подобное. Ну, к сожалению, Илья, вы правы, и получается, что вот те оценки, которые мы озвучили, они достаточно близки к истине. Кстати, экономисты, вот эти вот все платежи непосредственно со строительством не связаны, так обтекаемо и политкорректно, как принято сейчас выражаться, называют административная рента. Вот эта вот административная рента, именно она и составляет основную стоимость недвижимости. И вот, соответственно, вопрос Кирине, как эксперту, да, многие слушатели беспокоят, этот тезис беспокоит, что если по чечайни, ну, хорошо или плохо – это вопрос номер два, эта административная рента снизится, вот Илья озвучил цифру, там, порядка 10% себестоимости, я думаю, что она похожа, там, близка плюс-минус к истине, потому что те цифры, которые я называл, все-таки регионы от Москвы достаточно далекие, в Москве, понятно, немножко дороже, но та цифра, которую вы назвали, очень похожа на правду, да. Не приведет ли это к драматическим, для тех, кто уже сделал инвестиции, движениям цен на рынке? Знаете, общие тенденции, которые мы просматриваем, за премиальную по расположению недвижимости, мы опять же возвращаемся к базовым основам любого инвестиции в real estate, вот в недвижимость, location, я иностранное слово, но, знаете, местоположение никто не отменял. Премиальное, правильное место останется в цене, что будет касаться и коммерческой недвижимости, и офис, ну, я имею в виду офисной в этом плане, и торговой, и жилой. То есть она останется как таковой. Все любые вторичные в этом случае 100% пострадают. И пытаться себя убедить, что вкладывая посреди поля строящийся объект, потому что вам нравится картинка, ну, как бы и вам кажется, что вы там наживете, ну, не знаю, купил по 45, продам я там по 65 тысяч рублей за метр. Не получится, потому что волшебной кнопки, которая заставит другого человека в это поверить, у вас просто нет. То есть, а место, знаете, как оно, как говорят, не человек красит место, так вот объект 100% красит место. Ну, вот еще одна страшилка, я извиняюсь, что вот именно страшилка, да, просто я любитель истории, экономической истории, и в одной из стран с похожей, ну, отдаленно похожей моделью экономики на российскую, подобная драма на рынке недвижимости уже была, она хорошо описана, по ней есть статистика и так далее. Это Япония. Да-да-да, я думаю, какая страна потом... Ну, Япония, 91-й год, да, классика. Классика. Когда в результате определенных соглашений в отеле Плаза были пересмотрены условия японского экспорта автомобилей в Америку, и поток, вот в России пресловутый уже такой штамп нефтедоллары, да, а в Японии точно так же был штамп, известный именно в Японии, не у нас, правда, автодоллары, да. Вот экспортно-ориентированная экономика, взлет вот одной из отраслей промышленности, шикарные доходы, там золотой дождь буквально на корпорации пролился, вот, и в результате взлет рынка недвижимости. Недвижимость росла просто огромными темпами, те, кто вовремя инвестировал, заработали там сверхдоходы, все было шикарно, да. Вот, потом изменились условия, недвижимость упала, сначала упала в два раза, потом отдохнула, упала еще в два раза. И в результате это привело к драме, помимо там частных инвесторов, да, еще и к драме японских банков, которая не преодолена до сих пор, потому что японские банки выдавали ту же ипотеку, причем речь шла не только и не столько о ипотеке гражданам, сколько ипотека корпорациям, то есть там масштабы-то были очень серьезные. И вот когда произошло такое драматическое падение цен, многие инвесторы в этих условиях банально отказались от своей недвижимости. То есть они абсолютно честно, с ясными глазами явились в банк и сказали, что вот уважаемые банкиры, вот к несчастью, к сожалению, обстоятельства менялись, вот ваш предмет залога, вот мы прекращаем дальнейшие платежи. При маленькой норме первого взноса, для корпораций это было меньше 10%, банкиры попадали в ужасную ситуацию. Они становились обладателем доставшегося им довольно по высокой цене объекта, причем сам-то объект технически прекрасный, все с ним хорошо, только его цена упала в разы, от двух до четырех раз. Выкинуть, реализовать на рынке совершенно невозможно, потому что на падающем рынке вообще что-то продать тяжело, а попытка продать много на падающем рынке цену обрушивает еще сильнее. И тогда вмешался японский центральный банк. Он спас банки, надо отдать должное, что Япония очень такая, особенно на уровне корпорации, довольно клановая экономика, когда японский центральный банк вмешался и сказал, что мы всем банкам выдадим кредиты без проблем. Банки заплакали, это говорит отсрочка казни, да. То есть мы не обанкротимся сейчас, а просто умрем от процентной ставки. И вот до сих пор такое чудо в Японии наблюдается, как процентная ставка в диапазоне 0,1%, 0,15% и так далее. И тем не менее это вовсе не радует японских банкиров, потому что их балансы перегружены вот этой вот недвижимостью, которая у них висит еще. И тревога в том, что с 91-го года утекло много воды, и большинство мировых центральных банков напечатали очень много денег. Одна федеральная резервная система США примерно утроила денежную массу с начала кризиса. А японская недвижимость так вот вяло себя и ведет. И вот если, естественно, наших слушателей в большей степени это интересует, российская недвижимость, нет ли у российской недвижимости вот на дальнем горизонте, понятно, что это вопрос не завтрашнего, а может даже не послезавтрашнего дня, но если глянуть так чуть-чуть дальше, годик на 16-й, 18-й, может быть 20-й, то вот где-нибудь на том временном горизонте не таится ли нечто похожее философски, как вы думаете? Вы знаете, я не думаю, что мы разные страны даже по размеру с Японией, не то, что уже о менталитете говорят. По населению, кстати, сопоставимы. По населению сопоставимы, согласна, только у них все плотнее, но у них есть внутренний рынок потребления, мы более открыты к внешнему. Ну, так уж, я знаю, что вы можете не согласиться, но я не думаю, что Банк России будет спасать все банки, которые кредитовали разные объекты. Ну, в России чуть легче с банками, они у нас асимметричные, у нас большая часть активов сосредоточена в топ-50, а может быть даже топ-20 банков, поэтому всех и не нужно. Поэтому всех и не нужно, а те, которые останутся, я думаю, что и выживут, они будут более критично относиться к процессу отношения собственного капитала к заемному, и сейчас пойдет какая-то часть объектов. Ну, то есть мы можем, я не понимаю, что для крупных инвесторов больше это интересует, чем частных. Ну, здесь даже вопрос не столько относительно банков, бог с ними, с банками, тем более, что если о них говорить серьезно, естественно, людей беспокоят, особенно те, которые решают, купить или не купить, или кто купил давно, думают, продать или не продать. Вот большинство слушателей-то как раз вот такие практически. Продать или не продать. Я как раз ехала сейчас со встречи и отговаривала, хотя мне выгодно заниматься продажей, знаете, слушайте, помимо всего прочего, мы зарабатываем на комиссии, как любит брокер, не знаю, финансовый никакой. Значит, чем больше они продают и покупают, тем больше нам краше. Я отговаривала покупательницу, свою продавцу, ну, старую-старую клиентку, 15 лет она с нами, очень лояльная, говорю, давайте не будем продавать, потому что я не знаю, что с этими деньгами делать. Вот это меня, знаете, на самом деле насторожило. Прекрасное сейчас. Вроде и там 35 миллионов рублей, которые мы получим, вроде бы деньги. А что сделать с ними, вот здесь как раз сложно. То есть брать ответственность, что будет с этим дальше. Я говорю, знаете, хорошая квартира на Лаврушинском с видом на Кремль. Кремль же никто не отмел. Давайте оставим. Она меня так смотрит, говорит, вы не хотите денег заработать? Я говорю, да нет, я хочу просто, я не хочу потерять вашу лояльность. Поэтому к разговору, что будет в 16-17, я думаю, что, знаете, сейчас нужно быть настолько осторожным с любым шагом. Бежать, менять? В доллар, в евро, в фунт? Нет, не бежать. То есть если вы уже в рубле, то сейчас не то время, когда вы меняете. Покупать недвижимость, некоторые продавцы, сейчас хорошее время, некоторые продавцы еще не успели пересчитаться. Знаете, кто-то отдыхает, кто-то думает, что в принципе, если мы говорим о покупках, не мега размера, а какие-то комфортные квартиры, если мы говорим о квартирах, или небольшие магазины, которые вы сдадите, не знаю, там, под молочку или, ну, я прошу прощения, хлеб. Все, что бытовое, то, что будет нужно всегда. Если мы говорим о небольших инвестициях до 60 миллионов рублей, то, в принципе, сейчас неплохое время. Больше тяжело, потому что вы пойдете за кредитным банком, будет сложно его организовать. Сори, ну, там, прошу прощения, это будет уже обеспечение другое, будут смотреть на ваши доходы. Все, что же 60 миллионов, еще есть хорошие покупки. Ну, вот, сейчас мы чуть-чуть вернемся к магазинам. Я тоже, вы уже заметили, я профессиональный скептик. У меня там, у меня насчет магазинов тоже есть такая жизненная история, очень красивая. Телефон в студии 651099,6, код Москвы 4195. Программа «Револьвер» сегодня посвящена рынку недвижимости, поэтому, уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы, звоните, задавайте. Мы вот тут даже слегка поспорим с нашей сегодняшней гостьей, с Ириной Жаровой-Райт, с управляющим партнером группы компании «Сесигар». Вот, магазины. Лет, наверное, да, лет 12 назад жил я в славном городе Ростове-на-Дону, а там как раз вот формат небольших магазинов развит, ну, гораздо сильнее, чем в Москве. Там своя региональная особенность и так далее. У меня у хорошего знакомого было два вот таких вот, примерно такого формата, как вы описали, магазинчика, шаговые доступности, в оживленных и хорошо развивающихся районах города, что тоже довольно важный момент. Он очень с умом выбирал место и так далее. Один переделывал, переводил в неживой фонд, а второй как раз участвовал там в строительстве. И, соответственно, с ним произошла не очень хорошая история именно с магазинами. У нас есть, кстати, два телефонных звонка. Вот сейчас я быстро закончу мысль и мы их примем. Уважаемые радиослушатели, чуть-чуть подождите. Так вот, так получилось, что буквально в начале 2000-х годов в микрорайонах началось интенсивное развитие сетевых мощных гипермаркетов и один из магазинов пришлось закрыть. То есть вот конкуренция со стороны недалеко географически построенного гипермаркета была настолько сильна, что просто невозможно было и в конце концов один из магазинов был закрыт. Долго и нелегко искали ему применение. Потом, к счастью, сработал формат парикмахерской. Ну, просто переформатировали. Но не так просто. То есть вот, казалось бы, такая вечная ниша, да? Магазин шаговой доступности всю жизнь этот тот или иной доход стабильный достаточно приносило. Но тоже бывают такие вещи, что это... Региональная особенность, знаете, прохождение вашей центра. Ирина, давайте вот у нас есть слушатели нас ждут. Давайте примем звонок. Уважаемый радиослушатель, вы в эфире говорите. Добрый день. Здравствуйте. Я не сначала слушал вашу программу. До этого, если вы уже говорили на эту тему, то я заранее извиняюсь. Но у меня такой вопрос вот как раз про недвижимость. Я собираюсь продать квартиру вот с кем-то и вложиться в новостройку как раз на стадии, например, первого-второго этажа или даже котлована. Но меня пугает сейчас, конечно, ситуация, что побаиваюсь, что застройщик, не дай бог, конечно, не разорился бы или какие-то проблемы у него не возникли. Так как, я понимаю, строительство сейчас все-таки происходит на кредитные средства через банк. Вот такой вопрос специалисту. Возможно ли, конечно, такой вариант, что сейчас многие застройщики начнут испытывать проблемы? Ну, это вечная проблема. К сожалению, когда вы инвестируете на ранние стадии строительства, вы всегда так или иначе зависимы от благополучия застройщика. И вот, соответственно, к Ирине вопрос. Вот жизненный простой вопрос, который реально беспокоит человека, который собирается вкладываться, совершать подобную операцию. Раз вы таким вопросом озадачились, значит, человек осторожный, потому что, ну, знаете, жадность, она зачастую закрывает желание какой-то либо остановиться и подумать. При этом, вы знаете, я думаю, что если вы будете выбирать объект, одним из параметров для вас будет, что договор заключается под договор долевого участия. И это 214-й федеральный закон, который как раз вот от таких недобросовестных хулиганов, девелоперов, спекулянтов, которые на участке под индивидуально жилищное строительство строят непонятно что, вас обережет. Поэтому я предполагаю, что вы пойдете, надеюсь, крайне аккуратно. Вас должно беспокоить еще один момент, что вы потом спекулятивно будете в конкуренции с отделом продаж того же застройщика. Вот здесь сложнее. Бог с ним, то есть вложить деньги, как-то с ним они сохранятся, вы обеспечены будете, по крайней мере, чтобы заключить договор долевого участия, вы должны понимать, должно быть не менее 70% средств уже банк видит, который дофинансирует этот объект. Вас должно беспокоить другое, как вы свои деньги получите обратно. Потому что при любом проседании рынка вот эта вот нажива, она, знаете, так может быть и съедена. Не забывайте, что вы еще будете продавать, у вас возникает 13%, ну, если вы не как ИП, это будете сделку делать, то у вас возникнет налог 13%, и все ваши дивиденды будут съедены оплатой услуг риэлторов, вы же не сами будете продавать, но если вы специалист, вы потратите там 3-4%, у вас будут затраты налоговые на разницу, 13%, вы должны будете заплатить. Непонятно, как поведет себя рынок, и вот это вот, знаете, как это называется, чувствительность, вот это, ну, я обычно делаю профессиональные финансисты, да, вот это чувствительность, возьмите у экономистов. это называется эластичность рынка. То вам нужно об этом о всем думать. Это, знаете, какая-то профессиональная работа, но я не отговариваю, но вы должны просто для себя оценить при такой инвестиции, насколько у вас есть маржинально вот этот вот мега доход, и не станет ли, что вы сработали в ноль. Вот это всегда страшно обидно. Ну, действительно, проблема надежности застройщика всегда актуальна, и, более того, с точки зрения регулятора идут разговоры о том, что, возможно, введут аналог, как существует система страхования вкладов у банкиров, может быть, в обозримом будущем создадут похожую систему страхования ответственности застройщиков. Пока об этом идут предварительные разговоры, но будем надеяться, что народные депутаты подобный закон примут. Мы вынуждены прерваться на короткую рекламу и после рекламы продолжим. В эфире программа «Револьвер», я ее ведущий. Сегодня мы говорим о рынке недвижимости, о достоинствах, недостатках, возможных подвохах, которые сопровождают этот рынок. Гость в студии у нас сегодня Ирина Жарова-Райт, управляющий партнер группы компании «Сесигар». Вот, соответственно, мы обсуждаем плюсы и минусы инвестирования. Причем я традиционно выступаю в роли пессимиста, но Ирина, соответственно, в роли умеренного осторожного оптимиста. Я смотрю на дисплей, у нас есть телефонный звонок, давайте его примем. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. На рынке Москвы появился такой сектор жилой, как апартаменты. Вот, юридический статус его не очень понятен. Вот, какие есть особенности, собственно, обращения, вложения на этом рынке, и как вообще вы видите развитие его в дальнейшем, вот этого сектора апартаментов? Спасибо за вопрос. Действительно интересный, потому что до недавнего времени такой формат у нас был не распространен. Вот, поэтому, соответственно, вот Ирина, вопрос к вам, как вы вот экспертно оцениваете данный сегмент? Вы знаете, рынок апартаментов по документам, то есть вот так получилось, что я много их оформляла, это идет как нежилое помещение. И это, в принципе, офис. Да, вы можете в нем, ну, назовите банально, если мы говорим простыми словами, это нежилое помещение. А, ну, естественно, на практике людей, скорее всего, интересует вопрос регистрации. Регистрация невозможна. То есть никаким способом? Если бы ты не переведешь это в жилье. Поэтому, то есть, если не переводишь, то, в принципе, нужно понимать, во-первых, налоговые, ну, знаете, бытовые вещи, которые беспокоят всех, и я думаю, что сколько платить за электричество? Дороже. То есть это не жилье, значит, ты плачешь за все дороже. То есть это, знаете, с одной стороны, по ценам, это, в принципе, рынок апартаментов на 20%, то есть если сделать такой срез, на 20% апартаменты, если уже говорить, дешевле, чем жилье. Вот в одном и том же районе. Это вот сейчас последние цифры, мы делали просто недавно большое исследование, такое, ну, внутреннее, мы брали цифры, которые давали коллеги, там, Найт Фрэнк, не знаю, Уэлхам, Контакт, недвижимость, то есть мы смотрели их цифры, смотрели наши внутренние. В принципе, если по элитным апартаментам и средняя цена сейчас, ну, по Москве, если в долларах 14 тысяч, там 14-17 тысяч долларов за метр, а жилье это 21, ну, такие высокие цифры, то есть, ну, в принципе, разница большая. Но при этом вы должны понимать, знаете, как это, что у нас ОПЕКС или КАПЕКС впереди, что начальные инвестиции более дешевые, но операционные расходы более дорогие. Не забывайте тут еще один. то есть одни достоинства уравновешиваются другими недостатками и наоборот. Но ставка налоговая, вы же в конце концов станете счастливым обладателем долга. О налогах мы поговорим чуть позже отдельно, поскольку, скорее всего, это станет значимым фактором. Это станет скоро очень значимым. Вот пока россияне налог на недвижимость практически игнорируют, то есть мало кто это беспокоит, эти суммы там небольшие, и даже по сравнению с коммуналкой не очень крупные, да. Но в дальнем будущем все может измениться. У нас есть еще один телефонный звонок. Сергей, здравствуйте, мы слушаем вас. Добрый вечер, любимая радиостанция. У меня, скорее, такой комментарий и тема для размышления. У нас же накопления населения российского по большей части небольшие. И вот вопрос сохранения денег в условиях глобального экономического кризиса, он стоит, ну, грубо говоря, о малых суммах, грубо говоря, до миллиона рублей. Вот мне интересно, каким образом вы рекомендуете подобные суммы сохранять? Я говорю про пенсионерах с их пенсионными накоплениями. Я говорю, в принципе, о среднем российском классе, потому что здесь, я как человек, в принципе, недалекий от экономики, понимаю, что единственная возможность это обратиться к резервной валюте. Сергей, вы правы. К сожалению, в России институт инвестирования, причем формализованного, регулируемого малыми долями в недвижимость, не особенно развида. То есть, купить там полтора процента какого-то объекта и потом нормально продать эти полтора процента, к сожалению, достаточно тяжело. Теоретически, но, к сожалению, только теоретически, действительно, есть там розничные фонды недвижимости, закрытые пифы, да, но на практике подобрать из них такой, который можно было бы вот легко без опасений порекомендовать, ну, трудно. На практике, если суммы маленькие, то бестселлер этого, а скорее всего, и следующего года, это валютный депозит в нормальном банке. Вот, к сожалению, к теме нашей сегодняшней программы это не имеет отношения, потому что все-таки для инвестиций в недвижимость нужны несколько большие суммы. У нас есть еще один телефонный звонок. Елена, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Я хотела бы такой вопрос задать по поводу развития сейчас сегмента так называемых таунхаусов и коттеджного строительства. Сейчас очень многие с целью расширить и лучше жилищные условия продают квартиры, покупают таунхаусы. Вот я хотела бы узнать, насколько это выгодно и с точки зрения, опять же, налоговых затрат, потому что все время наслуждают, что налоги увеличатся, и в первую очередь на жилищный фонд, который больше по площади, чем квартиры, насколько это выгодное вложение денег, потому что также я слышала истории страшные о том, что люди, покупая таунхаусы, потом не могут их продать, а продают из-за того вынужденно продают, потому что не могут справиться с оплатами коммунальных услуг, которые изначально выше в этом секторе, чем в квартирах. Спасибо. Елена, давайте, наверное, про таунхаусы, вот, собственно, про данный рынок вы начнете, а потом перейдем к налогам, соответственно. Вы абсолютно, блин, ваш вопрос очень абсолютно правильный, потому что рынок, вот, опять же, по январю таунхаусов просел более чем на 50%, по одной простой причине, зачастую, знаете, все это из-за двух происходит вещей, качественных, вот, знаете, таунхаус, таунхаусу рознь, можно в 150 метров, ну, вся Англия, это, извините, таунхаусы, сблоченные дома, в 130 метров, в 140 метров, если мы перейдем из футов метры, да, небольшие, но там 3-4 спальни, очень компактно, очень симпатично, и с небольшим участком земли. У нас же понимание, знаете, таунхаус, это коттедж, пристроенный к коттеджу, вот давайте по 340 метров мы их в бетоне сделаем и будем продавать задорого. Поэтому, знаете, когда сейчас люди выбирают купить, ну, просто улучшая свои, ну, слушайте, нужны спальни, много детей, всем нужно жить в одном доме, то выбирают меньшие площади, но суперэффективные планировки, и вторая вещь, которая смотрит очень внимательно, это обслуживание в долгосрочной перспективе. Вот коммунальные платежи уже сейчас, плюс минимальный участок, ну, знаете, как это, сколько я буду платить? За 2 сотки или за 4 сотки, а может быть за 6. И, в принципе, независимость от соседей приветствуется, потому что есть просто застройщики, которые экономят, ставят таунхаусы из 4 сблоченных домов, ставят одну котельную на 4 дома. Вы живете, соседей нет, вы топите все равно, потому что иначе ваша стена справа или слева будет холодной. Ну, то есть простые бытовые вещи. Поэтому, знаете, как кто-то готов менять московскую регистрацию на областную, здесь, знаете, кто чего, кому что важнее, но, в принципе, найти хороший и эффективный по деньгам таунхаус сейчас на рынке даже за 4 миллиона рублей можно. Вы получите там 130-140 метров, в Москве за этот день квартиру купить невозможно. Поэтому, знаете, как вот, ну, возможно, но явно не 140 метров, знаете, как это. Да, от себя добавил бы, у меня есть некоторый опыт жизни, ну, не в таунхаусе, но вот в таком вот загородном доме, правда, не в московском, а еще вот до переезда в пригороде Ростова-на-Дону. Это заметно отличается от жизни в городской квартире. В наше время можно за деньги решить часть проблем, но часть чисто инженерных проблем даже за деньги решаются нелегко. Поэтому там есть свои плюсы, есть свои минусы. К счастью, цивилизация двигается в том числе и в сторону области, поэтому немножко сейчас легче становится. Но вот подобные проблемы, особенно если инженерно на этапе проектировки там где-то что-то сэкономили, либо просто нерациональное решение приняли, бывает. Еще один телефонный звонок. Павел, здравствуйте, мы вас слушаем. Да, здравствуйте. Ну, хотелось бы от специалистов консультацию получить. Ситуация такая, что дача осталась в наследство. Вот, дачный участок, ну, рядом с Москвой. И вопрос такой, вот, стоит его быстро, то есть она будет в перспективе не нужна, да, мы не дачники, она не нужна. Будем продавать. Но вот как тут быть? Стоит подождать, не подождать, какую-то дорогу устроит, и зависит ли от этого, ну, то есть, может быть, будет подороже, не подороже. Вечный вопрос, вопрос вечный. Действительно, вот, любой продавец всегда думает продавать сейчас или подождать, точно так же, как любой покупатель терзается сомнениями, брать сейчас или тоже там подождать лучших цен. Вот, я совершенно затрудняюсь вот как-то прокомментировать именно дачную недвижимость, потому что вот как-то так получилось, что в 90-е годы тоже дачей владел, когда, ну, там после развала Союза, это модная была тема, даже лично своими руками дважды переложил камин, я теперь умею делать так, чтобы они не дымили, но в те годы найти там специалиста по каминам было нелегко, при наличии инженерной жилки это не очень тяжело, да, поэтому у меня даже где-то лежит блокнотик с формулами там, как зев камина с площадью трубы и ее высотой связаны, чтобы при этом не дымило, вот, но потом много лет назад тоже более 10 продал и перекрестился, да, вот, что решил проблему, поэтому, к сожалению, вот совсем не владею вопросом, соответственно, вот, Ирина, может быть, хотя бы общий, я даже не знаю, где это находится, я понимаю, что может быть, это такой секрет секретный, но, знаете, смотрите, давайте так, если вы... Дмитровское шоссе, которое сейчас расширяют, а это до бетонки, за бетонкой, ну уж извините, что мы всех слушатели, заставляем слушать ваш личный вопрос. 60 километров. То есть вы туда за Яхрому. Скажите, а ваше имущество, оно, ну, дача, да, оно станет краше через пару лет? Или... Нет, мы с ним не собираемся. Ну, может быть, просто там заросли, скосить траву, в общем-то, так, чтобы было видно, что это и все. А, знаете, в таких случаях, я просто вот с дачными висториями, лучшие покупатели, это соседи. Вот поверьте, вы сэкономите кучу времени и сил, если вы пройдетесь, про соседям обычно не говорят, да, что они продают. Но вот с практики, там, 15-летней, вот такие вещи мы предлагаем соседям. Да, тут, ну, я хотел уточнить, вот, строят сейчас дорогу, да, там расширяют. Как вы думаете, цена из-за этой дороги, она останется такой же, или вот в преддверии того, что пробок не будет, как-то вот может там вырасти эти дачи? Ну, теоретически, теоретически цена должна вырасти, но там есть достаточно много интриг, связанный с тем, как скоро построят, насколько далеко от этой дороги. И, не знаю, вот я еще раз подчеркну, что я совершенно не специалист в области рынка недвижимости, но, собственно, чисто макроэкономических позиций, если, там, ожидаемый срок окончания строительства дороги больше, чем год-два, то вот, вот мое личное мнение, лучше брать то, что дают сейчас, чем брать на себя риски, в том числе риски и валютные, которые, скорее всего, во всю очередь, во весь рост встанут, и риски возможного ухудшения макроэкономической ситуации, вот, если, наоборот, до ввода дороги, там, заметно меньше года, ну, можно там, можно подождать. И, очень хороший совет насчет соседей, вот, я сам, когда много лет назад продавал, тоже не так легко это было сделать, забавно, но удалось найти покупателей именно среди соседей. Они знают уже местность, им не нужно продавать ситуацию, они знают все документы, поверьте, они знают, что у вас происходит. Обычно лучшая цена, это по соседям. И, еще раз говорю, вы знаете, деньги к деньгам, поэтому вот я соглашусь здесь, Сережа. Ну, у нас сильно истекает время, поэтому мы вынуждены, как бы, да, закончить на этом. Поскольку времени критично мало, только обозначу проблему, потому что те налоги, которые мы позволяли себе игнорировать в отношении недвижимости, их никто не принимал во внимание, скорее всего, в обозримом будущем, там, через год, два, три, станут значимыми. И приобретая тот или иной объект, придется взвешивать не только его инвестиционные перспективы, но и налоговые платежи. К сожалению, наше время стремительно приближается к концу. Вот, я думаю, что через некоторое время мы еще раз затронем тему недвижимости, в эфире была программа «Револьвер», и гостем программы была Ирина Жарова-Райт, управляющий партнер группы компании «Сесигар». «Револьверк» «Сесигар ahэj SEE» «Сесигарija»